Привет всем, друзья, Блейдеры и друзья Бейблейдеров. Сейчас, короче, у нас будет третий тур турнира подписчиков. Это у нас является полуфинал. Будут сражаться Димон Бейблейд, Саламандра Бейблейд, Блейдер 3000 Режен Стоп. Будут сражаться, короче, вот такими вот парами, которые я сказал, короче, 2 на 2. Вот такие вот у них Беи, которые, вот они, которые сейчас опущусь ниже. Вот такие вот Беи, вот такие вот сборки. Короче, сейчас у нас будет решаться, кто же из них, кто же, какие 2 Бея попадут в финал. а потом финал мы уже запишем другом, скорее всего, потому что у меня ещё погода плывется, я не знаю, получится ли это записать, но, наверное, я всё равно дождусь этого момента, пока будут записаны другие ролики, а там потом финал сделаем, и будет прям, наверное, топов, не знаю. Ну, короче, давайте не будем болтать, и, короче, погнали, вот, потому что интро давно не было. Сначала будет сражаться Димон Бейблейд вот с таким вот World Spryzen против Саламандра Бейблейд с Импери Форнелосом, вот такие вот детали, погнали. Так, ну, запустили мы Spryzen первым, потому что он всё-таки, ну, как-никак, тяжелее, что ли, и превосходит по сезону Форнелоса. Форнелоса, как по мне, мало шансов. Ну, давайте попробуем. Может, попробует. Спорка, может, как-то выиграет. И нет, хотя немножко шансы, конечно, были, но сейчас становится 1-0. Второй раунд. Так, вот, запустился, ну, более-менее так, Форнелос. У меня прям мощный впускалок вообще не осталось. Это печально. А чинить мне лень. Мне уже настолько это надоело, что аж... Ну, и счёт становится 2-0 в пользу, ну, Spryzen World. Ух ты ж, как я сильно запустил. Эта пускалка странная. Она то сильно запускает, то слабо. Я не пойму, в чём это дело у этих ленточных сторонних пускателей. Но посмотрим. Сейчас, может быть, Форнелос выиграет. И вот Форнелос забирает у нас 1-0, и у него, чего, 2 щелчка сейчас находятся. Но это не сильно влияет, потому что 2 щелчка ему сделать легко, но 3-й у него, ну, он посильнее гораздо. Вот, 4-й раунд, я уж точно не помню, но, короче, погнали. И вот он у нас начинается, 4-й раунд, с прыгом против Форнелоса. Мне кажется, у Форнелоса очень шансов очень мало. Всё-таки, ну, Форнелос далеко дошёл. Это факт. До 3-го тура дойти здесь было, ну, довольно сложно. И... И выигрывает у нас Ворлд Спрайзен. И Димон Бейблейд проходит финал. Дальше будет сражаться Блендер 3000 с Челзот Ахиллесом против Реджен Стоп с вот таким дорогим Сайзером. С вот такими вот детальками, короче, здесь как Гайст Фафнера, 8-7 тэш, по-моему. И, короче, погнали. Ахиллеса запустили первым, потому что превосходство по сезонам всё-таки. Как-никак. Но если он сейчас проиграет, то мы будем запускать первым Дом Сайзера. Ну, это логично. И выиграет у нас Дом Сайзер, счёт 1-0. Так, вот начинается у нас второй раунд. Вы смотрите, какой-то такой Ахиллес. Он просто перевернул. Я думал, что он может взорвать вот этого Дом Сайзера, но он его не взорвал. Он его прям перешебернул просто таким образом. Это редкий, очень редкий кадр. Я не знаю, но у меня очень редко такое происходит, что прям вот так вот прям кувырком перешевыривают. Это прям очень много сил надо было, но всё равно. Ахиллес у нас получает один челчок. Это даже не удивительно, потому что такая мощная атака была. Ну и, короче, счёт становится 1-1. Так, всё, начинается третий раунд. Ого, смотрите, как Дом Сайзер атакует просто. Занимает центр просто. Смоет отсюда Ахиллес, но это... Но всё равно Дом Сайзер, смотрите, теряет скорость вроде бы. И счёт становится 2-1 в пользу Ахиллеса. Так, вот начинается у нас... Уже не помню какой раунд, но счёт становится у нас 2-1. В пользу Ахиллеса. Так, и кто ж победит, кто ж победит. И всё-таки прикручивает Дом Сайзер. Теперь делаем так. Вращаем на Кскалиуса, пусть счёт 2-2. Ну и, короче, на кого укажут мечом. Вот, он указал первым, ну, на Дом Сайзер. Это значит, запускаем вторым. То есть, ну, на кого он укажет, тому. То есть, везение. Везение, это когда запускаешь вторым. То есть, вторым, когда запускаешь бой. Тогда он, ну, получается, у него больше шансов победить. Хоть я и запускаю, но максимально быстро пытаюсь. Но всё же. Так, всё. Начинается у нас, по-моему, пятый раунд уже. И, короче, у нас... Вот, бой такой. Ахиллес, вроде, теряет скорость. Но не судите сразу. Потому что... И Ахиллес всё-таки каким-то образом подкашивает вот прям Дом Сайзера. И всё-таки Ахиллес, вырывая победу, он опять получил у нас один щелчок. Щелчки здесь получать ему очень легко. Ну, он слишком такой, можно сказать, зарываемый. Но не то, чтобы зарываемый, но щелчки первые. Но зато стоп-бёрсты у него максимально тугие. Потому что я здесь сильно, со всей силы давлю вот этой вот пускалкой, чтобы каждый раз их защелкивать. И чтобы, вот, прям, мне силы приходится прилагать, чтобы они закрылись, вот эти вот закрылки. Но всё же. Ну, короче, он попадает в финал. И вот кто у нас попал в финал. В финал у нас попали Димон Бэй Блейд со своим World's Pride. И Блейдер 3000 с Чоузет Ахиллесом. Кто же будет в финале, мы не знаем. Поэтому мы узнаем. Бой будет до 5 очков. А может быть и 10 очков. Кстати, пишите в комментариях, будь до 5 очков или до 10 очков. А каких голосов будет больше, тот, как бы, голос я и выберу. До скольки очков мы будем сражаться. Ну, а вот такое вот сегодня у нас было видео. И, короче, если вам понравилось видео, понравились эти битвы. Короче, вот какие Бэй у нас сражались. То поставьте этому видео лайку. Поддержите лайку. Ну, потому что продвигал Ютуб, что ли. Подпишитесь на канал, там колокольчик включить. Ну, чтобы уведомления проходили, если видео нравится всё-таки. Ну, как обычно, всё. Заходите в описании, пишите в комментариях. Комментарии. Всем пока. Три кота. Три хвоста. Три хвоста. Три кота. Три кота. Три хвоста. Мил, 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 три, катай!